Вот напиши под видео, вот здесь это не ссыкло. Напиши, я куплю тебе билеты первым классом. Ты сядешь, прилетишь сюда, в Питер, и мы с тобой поговорим. Без камер, без всего. Никита с тобой поговорит. И тебе очень повезло, поверь, мой друг, что Никиту Соловину там держали, потому что сила греко-римской борьбы и уровень мастера спорта, поверь мне, вот эта твоя уличная шляпа, это все не то. Он знает, зачем он туда пришел, он пришел тогда за хайпом. Друзья, всем привет, находитесь на канале BodyMoney, меня зовут Артем Тарасов, сейчас я вам расскажу, что было на потасовке с пульверчиком, ушумастером и реглистом. Друзья, только что я посмотрел видео региста, и на самом деле так смешно его слушать, потому что он знает, зачем он туда пришел, он пришел тогда за хайпом. Он почему-то всю дорогу делает вид, что не знает, как меня зовут, что не знает, кто я такой, откуда я взялся, что я вообще нуны. А взялся я именно с того же дна, как он сам заявляет, с которого приперся он сам, с промоушена стрел. Только посмотрите на его счастливое лицо, когда мой Леша Прокофьев дал реща. Если ты не хочешь хайпа, мой дорогой регбист, я не знаю, как тебя зовут, потому что я уже стрелку сто лет не смотрел, хоть я сам там когда-то дрался, я не знаю, кто такой регбист, я знаю, что мастер, знаю, пулеметчик, потому что парни вызывали меня на бой, мне там весь интернет пестрил и говорил об этом. Так вот, регбист, если ты у нас такой крутой, пожалуйста, давай, я прямо сейчас возьму тебе, оплачу билет до Питера, приедь в Питер и взялись, Никита, ты без хайпа, ты не хочешь хайпа, не хочешь ничего, с Никитой Солойным разберись. Вот ты такой крутой на него наехал, дал ему леща, и в итоге это, в итоге говоришь, вот я хочу хайпа, д-д-д-д. Но с тобой может любой момент. Что касается дальше травм рук, пацаны, ну это полный бред. Если он, допустим, уходит, они считают, что это круто выходить с травмами, то я человек не такой, я не собираюсь ходить с травмами и портить, я уже вот вышел. С точно такими же травмами я выступал все свои бои на стрелке. Вот у меня пластина, которую я поставил перед тем, как драться с пулеметчиком. На долгое время вышел из строя из-за того, что я не забинтовался, когда поступил, как он был, как он говорит, он не профессионал, поступил непрофессионально. Это очень важно, да, то, что травма реально серьезная, большой пальцы, это чем, знаете, чем отличается человек от обезьяны, наличие большого пальца, им травма серьезная, и он говорит, у него не болит, у меня болит вот от любого вот такого фигни, палец болит. Уж поверьте мне, когда мне говорят, что я ссу драться с кем-то, я этого не понимаю. Посмотрите мои бои на М1, посмотри мои бои на стрелке, где я дрался против двоих сразу же. Посмотрите мои бои, и знаете, говорить бойцу о том, что он ссыт кого-то, это как минимум глупо. Так что, мой дорогой рэгбист, вот к добавлению к тому всему, что я сказал, мало того, что тогда засал выйти с Никитой на 1-1, и ты это знаешь, потому что тебе было сказано, давай прямо сейчас, это есть на видео, это слышно, я говорю, слышишь, ты что, секун, ты начинаешь там опять из-под тишка бить, то есть, ты реально испугался, Никита, ты хотел похапиться, и это видно на видео, этим всем понятно. Вы вообще приехали, да, на мероприятие, которое мы организовали для наших подписчиков, и поступили, ну, поступил конкретно ты, нехорошо, тебе даже твои пацаны, посмотри видео на обнимание, они говорят, им стыдно за тебя, за твое поведение, то, что ты, блин, неадекватный, что тебя даже судьи на стрелке не могут контролировать, им стыдно за твое поведение, но если ты у нас такой крутой и смелый, я говорю, приедь, и все, без камер, без всего, Никита с тобой поговорит. Еще раз вам говорю, что пацаны, не надо говорить вот это, Тарасов зассал, у меня операция, 8-го, наверное, через неделю. Я человек, который весьма зги, который много в своей жизни добился, и там даже вот драться на улице сейчас, для меня нет никакого желания, ничего нет, потому что рука реально болит, и травма действительно серьезная. Так что, рыббист наш, ты хороший, там, строишь из себя, такой сидишь, вот здесь там на видосе, вот телек выключился, на видосе, весь такой у нас хорошенький, такой весь, вот я, ребят, за то, что они бомжей, мы бомжей назвали вообще по соперниках, тебя вообще никто не знает, и Никита Соловин реально тебя не знал, он спрашивает, кто ты такой, что ты ему предъявляешь, он говорит, брат, какой ты мне брат, типа, вообще на самом деле, то есть Никита Соловин тебя не знал, он еще стоит отвернутый, там видно, ты его поворачиваешься, ты ему берешь, бьешь из-под тишка, как крыса, да, и тебе очень повезло, поверь мой друг, что Никиту Соловину там держали, потому что, сила греко-римской борьбы, и уровень мастера спорта, поверь мне, вот это твоя уличная шляпа, это все не то, поэтому я еще раз повторюсь, дорогой мой регбист, вот напиши под видео, вот здесь это не ссыкло, напиши, я куплю тебе билеты первым классом, ты сядешь, прилетишь сюда в Питер, и мы с тобой поговорим, точнее Никита с тобой поговорит, потому что у вас с ним был конфликт, вот, ну а я пока лечусь, пацаны. Проект Бодимания открывает новый канал, который будет называться Бодимания ММА, новый проект, он будет создан именно для той армии подписчиков Бодимании, которых в первую очередь интересуют новости смешанных единоборств. Чисто бойцовская тематика, так что переходите, подписывайтесь, сам подписан. Давайте всю хронологию событий, в общем приезжаем мы на мероприятие, что мы ухочу, сделали там, устроили большое, крутое мероприятие, ребята угощали шаурмой, потом исполняли трек Корнея Катафак, вот, и мы спокойно не шли, я, Никита, там моя команда, шли, все, я видел, ну уж мастер прошел, и теперь ночью, мы поздоровались, все хорошо, то есть, и ушли дальше, Никита остался, и к Никите подход какой-то чел, вот этот непонятный бы, это все на видео, видите, рэгбист его зовут, или как, если честно, ни я, ни, кто не знает, кто такой рэгбист, вот там, говорят у него, какие-то бои на стрелке, он там 3 на 3 еще предлагал, вот, то есть, и он зал ударил Никиту, из-под тяжка. Ему, кстати, очень сильно повезло, что Никиту держали, я просто хочу, чтобы вы понимали, что Никита Соловин, это профессиональный боец, это не рэгбист, это не стрелка, это не победитель, мясорубки, это разный уровень, и вы должны это понимать, ну ладно, суд не в этом, да, там, после драки кулаками не машем, не машем, после драки кулаками не машем, на самом деле, да, даже вот пулеметчик, и уши мастер оказались нормальными, светлыми парнями, добрыми, мы пообщались спокойно, они извинились за своего друга, они сказали то, что, блин, нам очень стыдно, что он так сделал, типа, он даже нас бы не предупредил, ну, друг товарища, не знаю, кто там, то есть, это неправильно, даже уши мастер и пулеметчик сказали, что рэгбист поступил неправильно, потом он сказал уже, в сторону нашей команды, что, типа, бы опущено или опущено, и тут даже Леша Паковев не выдержал, и дал ему тоже лещание. Вынеси сейчас на улицу, парни, вынеси, не стей, парни, ты со мной сейчас, вынеси со мной сейчас, ты, что ты хуешь? Слышь, кого ты по члену называешь, что ты там по за... Кого ты, блядь, церковь? Тихо, 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 кого там опущено звать, гандом, блядь, а? История, Леш Паковев сказал, что мужчина, если ты мужчина, ты другому мужчине не имеешь права так говорить, я с ним абсолютно согласен, потому что можно оскорблять по-разному, называть опущенным другого человека, но это не очень красиво. в общем, чел на самом деле, регбис хотел просто похапиться, он делал максимально все, извините за голос, вчера срвал просто мероприятие, вот, типа, ты на Никите Солоновичу набрал, он с собой прямо сейчас тебе взять и выйти подраться с Никите Солоновичем, один на один, как мужик, как мужчина, он там начинает 3 на 3, там 3 на 3, Леша говорит, какой 3 на 3? Даже Леша Прокофьев сказал, наш тренер, пойдем сейчас 3 на 3, что там, шоу не шоу, типа, хотите хайпа, давай сейчас 3 на 3, вот, ну, никто драться 3 на 3 не собрался, потому что, во-первых, у меня травма руки, он мне там тоже, что-то там начали тоже на меня гнать, я говорю, чувак, у меня болит рука, он говорит, да я вообще на стрелке дрался с поломанной рукой, если бы Никите дали, ответьте, поверьте, мне трагистами ничего не осталось, то есть, самый главный посыл, что я вам хочу рассказать, то, что, первое, у шоу-мастера и пулеметчика, это два нормальных пацана, с которыми мы нормально пообщались, там будет бой у Никиты Солойного с пулеметчиком, скорее всего, на битве за хайп, потому что, потому что, наверное, об этом уже договорились, что был хороший бой, и второе, у шоу-мастера, нормальный чел, но вот этот рэкбист, ну, настоящая телка, боссался просто и сказал, не-не, я хочу на битве за хайп, блядь, то есть, чел хочет просто пропиариваться за счет нашей команды, ну, вот в этом вся история, новые события, еще раз повторюсь, то, что потом пацаны, у нас есть даже эти все сообщения, они написали, то, что извините за этого, типа, друга нашего, мы не ожидали, что такое будет, честно, и так далее, то есть, мы не ожидали, что так пойдет, и на видео даже видно, где они говорят, зачем ты это делаешь, зачем ты это делаешь, блядь, мы пришли нормально поговорить, потому что мы нормально поговорили с пацанами, там, немножко, там, Зелимхан призывался к слову бомжи, когда я назвал, да, что дрался с бомжами, такой, я сказал, ну, я сказал, как есть сленг, когда мы общались с Международником по боевому, с самым моим другом, с Никитой Яшином, он так сказал, типа, да что он там дрался, бомжами с нормальными дрался, вот, и я тоже самое сказал, то есть такой сленг, который, да, наши ребята, где они особо сильные, так что, друзья, делайте его, вы сами думайте, сами, ждите бой пулеметчика из Механа с Никитой Солойным и будем делать мясо, я думаю, это будет хороший бой, самое главное, что пацаны нормально к другу относятся, к другу уважают, в отличие от этого рэгбисток, все, друзья, я с вами прощаюсь, меня зовут Артем Тарасов, у меня есть личный канал, подписывайтесь, переходите, все будет очень много интересного.